Вы умеете считать? Один, два, три, четыре... Значит, умеете. А до скольки? До бесконечности. Мазель, это невозможно. Тогда скажем до шестнадцати. Что же, будем довольствоваться малым. Прошу вас, приступайте к счёту. Один. Два. Что там после двух? Ага, три, четыре... Мазель, стоп, остановитесь. Скажите, какое число больше, три или четыре? Какое больше из трёх и четырёх? А в каком смысле больше? Одни числа бывают больше, другие меньше. В больших содержится больше, ни с чем... Чем меньше! Если в этих меньших не содержится ещё меньшее количество, в таком случае, в меньших числах может содержаться большее количество единиц. Понимаете, если единицы разные. Значит, меньшее число могут быть больше, чем больше. Оставим это пока, иначе мы уклонимся далеко в сторону. Знаете, вот, есть, запомните, есть группы, есть числа, есть величины, есть суммы, понимаете? Группы, вагон, иначе есть множество разных множеств. Предположим, для простого, что все числа одинакового качества. Тогда равны будут те, от которых содержится большее количество от равных единиц. Какие больше, те и будут большим. Ух, я поняла, месье! Вы приравниваете количество к качеству! Это всё слишком абстрактно, и вам пока не нужно. Запомните, запомните. Вот, к нашему примеру, есть число 4, и есть число 3. В каждом из них содержится неизменное количество единиц. Какое же число большее? Большее или меньшее? Простите, месье, а что вы понимаете под большим числом? То, которое менее мало, чем другое? Вы отлично поняли. Именно так, мадемуазель. Тогда 4. Что, 4 больше или меньше, чем 3? Меньше. То есть больше. Хорошо, а на сколько единиц 4 отличается от 3? Ну, сколько единиц между 3 и 4? Между 3 и 4 нет единиц. 4 идёт сразу за 3-мя. Между ними ничего нет. Тётя вы! Весьма сожалею, но я, кажется, неправильно вам... Простите, месье, это я виновата? Представьте, нет, это я виновата. Представим, что у вас только 2 носа. Я вам один оторвал. Сколько у вас останется носом? Нисколько. Какая-то сколько? Ведь пока у меня только один нос, и вы его пока не оторвали. А если оторвёте, то не останется ни одного. Ну, я... Вы меня не поняли. Ну, представьте, что у вас только... Только одно ухо. Представила. Так, я прибавил вам ещё одно. Сколько теперь стало ушей? Два уха. Замечательно. Я прибавил вам ещё, сколько теперь стало ушей. Три уха. Одно отрываю. Сколько остаётся? Два уха. Отрываю ещё. Сколько теперь стало ушей? Два. Да нет же, было два. Я одно оторвал. Оторвал и съел. Сколько осталось ушей? Два. Одно. Два. Одно. Два. Одно. Два. Одно. Два. Не получается. Выпишись. Так. Допустим. Допустим, у вас... У вас нет. У вас. У вас. Допустим. Десять пальцев. Хорошо. Хорошо. Что было бы, если бы у вас у вас было бы только пять пальцев. Сколько пальцев у вас было бы? Десять, месье. Да нет. Ну нет. Да да, месье. А я говорю нет. Нет. Но ведь вы же только что сами сказали, что у меня десять пальцев. Да, но потом-то я сказал, что их стало пять. Пять. Месье, но у меня ведь не пять пальцев, а десять. сейчас вы все поймете. Я вам сейчас все объясню. Вот смотрите. Видите? Внимательно смотрите. Видите, можно раз, два, вот это можно сказать три, четыре. Видите? Вот это палочки. На две, три. Видите? Когда мы считаем палочки, то каждая палочка у нас е-ди-ни-ца. И на один, два, три, четыре, пять. Это элементы числового ряда. Повторите, что я сейчас сказал. Это элементы числового ряда. Повторите, что я сейчас сказал. Верно. По сути, здесь перед вами вся арифметика. Да, месье. Конечно, месье. Благоват, дарю вас, месье. Теперь с помощью средних чисел вы можете сгладывать, не читать, считать. То есть, палочки это цифры или числа или единицы. Да, и что же? Тогда можно вычесть две единицы из трех единиц, и две двойки из трех троек можно, и две цифры из четырех чисел, и три числа из одной единицы. Нет, нельзя. Почему, месье? Не помню. Потому что что, месье, разве это не одно и то же? Потому что такие вещи не объясняются, мадемуазель, они свойственны в силу внутренним, а мадемуазель.